я сейчас буду баба делать живую воду правда с простой воды еще нужна медь и цинк у меня все уже есть вот баночки еще сейчас я приду буду делать я потом когда сделаю тебе принесу там люди пишут это которые уже все это пробовали все лечит и потом растения поливают они растут вот так фотография те говорю это не шуточки я все потом сам на себе испытаю как всегда и тебе принесу лекарства от всех болезней мне никуда сто лет жить люди должны жить вечно вообще вечно никто не живет почему нет потому что 40 лет век был а сейчас продляется врачи продляют а то 40 лет и уже человек природой дано что-то какая-то у тебя искаженная информация какая наоборот природы давно не знаю я себе 150 отмерил точно ну давай ну никак не 40 это врачи перепутали потому что это даже медицина сейчас это получается новая расшифровка медь и цинк получается медицинк представляешь оказывается как что такое настоящая медицина там это вообще копейки все стоит вот это единственная цинк надо медь надо ну провод это медный а цинк батарейку разбирать собирается из атмосферы собирается плазма энергии хватит спасибо потом воду заряжать этой этой плазмы концентрированная энергия в общем да и и потом это даже рядом с водой ставишь вода заряжается там просто даже фотографии есть я тебе покажу сейчас баба как растение поворачивается в эту сторону окно в другой стороне а куда эту воду ставят она к нему тянется растение тыквенное семечко я сейчас покажу тебе я сам увидел это как бы такое четкое подтверждение вообще а вообще даже вокруг аура создается люди вон ездят брызгают просто это только появилось он в 2015 году открыл эти знания доступ этот технология это не выгодно фармакология фармацевтика вся короче загнется если люди сами себя лечить начнут бесплатно это бесплатно все вот и таблетки никакие не нужны поэтому он сейчас это его что американцы то еще кто-то он бегает по странам показывает только бесплатно людям как делать эти реакторы которые плазму собирают и вот до нас до русскоязычного населения дошло и сейчас это появилось в интернете мне ссылку скинули вернее даже молока да не не буду молока да ладно надо идти пока светло сделать надо сделать и ролик снять чтобы показать тоже как его делать я сам-то уже посмотрел все научился на чем я запью а сколько тебе лет то все время забывают сейчас да да бедный ребенок да я несовершеннолетний 90 90 до точно юбилей же будет вот воду эту потом тебе принесут делать даже потом эту она плазма вот так на дне собирается разного цвета там смейте голубенькая с этого сынка белая разное там комбинирует 4 основных какую-то пить надо постоянно какой-то протирать какой-то поливать растения короче там даже есть такой случай я зафиксированный случай это не сказки понимаешь в америке сын короче прилип принес эту воду маме своей она поливала короче сколько-то принес я не изучал я просто гляну мельком короче она свою участок поливала этой водой прошел ураган это все вот видео фото есть ураган прошел все снес а ее участок остался короче целый она снимает показывает качество плохое мы есть это видео понимаешь создается аура люди ездят бразилии вот так вот с брызгалками брызгают форточки просто по улице вроде бы как фантастика а ну вот действительно есть раньше мы пели чего сказку сделать сейчас мы сказку сделаем были точно мы рождены делать были а вот это через телефон что это еще через телефон через интернет это цветочки еще чего вообще можно творить самому вот эта плазма она сейчас будет подтверждение я и говорю сказка делается были начали его преследовать там пугать видно или чё и он эту технологию выложил в общий доступ показал торца просто баночка медная проволока цинковая пластина но еще медная пластина нужно короче провод медный вода дистиллированная и соль только не иодирована все больше ничего не надо но у тебя за неделю плазму собирают и она вечно это плазма только воды туда добавляй потом эту воду или рядом даже с водой она стоит то вода уже заряжать прочее вокруг себя создает поле подела да и от разных болезней там люди пишут фотографии скидывают ну не просто так а это все прям подтверждается а потом оказывается мошенник ну и такое бывает но здесь прям это резонирует прям чувствуется что это не мошенники так стариков вот мы проверим молодые потом старикам и дадим родившийся 2 августа 1958 года в иране в семье инженера-радиолога мехран кише с ранних лет увлекался атомной физикой о нем мало что известно поскольку нет общедоступных данных о его личной жизни кроме данных сайта его фонда прежде чем мехран кише основал фонд носящий его имя он был одним из ведущих ученых систем и сотрудничал с различными космическими агентствами по всему миру после создания в бельгии фонда кише цель которого объявить всеобщее распространение знаний прогресс благосостояние и мир во всем мире а также продвижение человечества среди галактических цивилизаций на мехрана кише было совершено несколько покушений конечно все это привело его к переезду в единственную страну в европе которая предложила ему сотрудничать а именно в италию где он и живет 2012 года сша через свои секретные службы пытались его дискредитировать обвинив непристойном поведении в отношении своей приемной дочери а позже в попытке похитить ее с намерением убить кроме того давление распространялось не только на него и его семью но и на его команду и сотрудников информация о нем была изъята из научных энциклопедий и википедии в 1981 году он окончил колледж королевы марии в лондоне по специальности инженер-атомщик специализирующийся на управлении ядерными реакторами с тех пор он потратил время на разработку технологии получения силы тяжести и энергии с использованием реакторов с радиоактивным водородом которые являются безопасными и чистыми он смог разработать свою новую плазменную ядерную систему во всех аспектах от проектирования до практического применения в 2004 году он был приглашен руководством в бельгии где он работал над тем чтобы представить свою новую технологию для оценки научным сообществом оценка которая длилась с ноября 2004 года по март 2005 завершилась подтверждением от специалистов что производство энергии на основе этой технологии является приемлемым и вполне жизнеспособным в апреле 2005 года через государственной организации была запущена партнерская программа по развитию его технологий к 18 сентября того же года предварительная оценка его энергетической системы была завершена и стороны договорились о запуске в эксплуатацию первой гравитационной и энергетической системы в то же время чтобы облегчить массовое последующее использование технологий киши были поданы заявки на патенты для всех аспектов применения технологий как на европейском так и на международном уровне в конце 2005 начале 2006 года было построено несколько моделей статических плазменных реакторов для производства энергии они работают при атмосферном давлении и комнатной температуре и производят электричество которое можно использовать в любой точке вселенной в следующем году были построены динамические вращающиеся плазменные реакторы для движения и полета по гравитационным технологиям испытания которых также оказались успешными плазменные технологии для использования в медицине и в химической промышленности также были успешно испытаны в ходе которых были получены новые материалы неизвестные современной науки в июле 2009 он опубликовал первую книгу под названием универсальный порядок сотворения материи за которой в начале 2011 года вышла следующая книга под названием структура света третья книга под названием происхождением вселенной появилась в конце в том же году согласно его собственным описанием на презентации первой книги материя с новой точки зрения не является материей твердых тел газов и жидкостей мы говорим о фундаментальной материи состоящей из материи антиматерии и темной материи до сих пор некоторые ученые признавали что в плазме материи есть своего рода антивещество мы впервые объясняем что плазма содержит материю антивещество и темную материю и некоторые силы магнитного поля внутри плазмы связаны между собой а другие свободны впервые в этой книге мы объясняем что для человека настало время отказаться от зла сжигания сжигание дерева материалов сжигания для создания энергии движения и поднятия материи в космос впервые в этой книге показано как магнитные поля фундаментальной материи а именно антивещество материю темную и плазменную материю теперь можно использовать для создания энергии без горения с помощью магнитных полей мы используем например свойства антиматерии и после того как закончили ее использовать мы возвращаем ее в исходное состояние обратно в плазму по сути кише подтверждает древнюю философскую концепцию согласно которой материя это энергия вибрация вся материя от ее мельчайших составляющих называем ли мы их электронами протонами нейтронами атомами до огромных размеров солнца звезд и галактик состоит из энергетической плазмы которая на самом деле представляет собой колеблющееся магнитное поле это поле в определенном микроскопическом состоянии становится стабильным и концентрируется до плотности которая делает его заметным как материал мы сами образованы из этой плазмы взаимодействующей с различными формами плазмы в окрушающей среде что на ощупь и в ощущениях создает у нас впечатление твердого тела жидкости или газа это радикальная концепция отличная от корпускулярной теории материи концепция которая упрощает все и широко открывает врата к истинному пониманию функционирования вселенной гравитационные смещения сверхсветовые скорости энергетические щиты электрические батареи со сроком службы в десятки или даже сотни лет нагревание без электричества или ожогов исцеление через поля создание пищи воды и пригодного для дыхания воздуха в любой точке вселенной это те явления которые мы видим в современных научно-фантастических фильмах но то что мы считали простыми фантазиями стали осязаемой реальностью доступной каждом среди исследований проведенных фондом кише есть некоторые связанные с получением сжиженных или даже твердых газов при температуре и давлении окружающей среды большинство процедур используемых для этой цели обезоруживающе просты кише удалось извлечь различные газы непосредственно из окружающей среды с помощью простой химической реакции таким образом стремясь получить улучшенные варианты плазмы с которой он работает он обнаружил что элементарный гальванический элемент собранный в комплекте будет собирать вместе оксиды характерные для металлов из которых сделаны электроды некоторые газы присутствующие в атмосфере в ходе химических реакций в электролите вот и все это вместе дает очень интересный композитные материалы вы уже рассматривали там университетах под микроскопами электронными он повторяет структуру человеческого тела вплоть до уровня костей то есть структура кости где идет в общем-то весь синтез всех веществ вы попадаете в ловушку с этой плазмой тем что когда вы ставите у себя реактор вы подключаетесь к вселенной здесь нет места больше в вашей жизни для механических каких-то штук которые вдруг сами по себе вот плазма она лечит от рака но она же может и дать вам рак если он вам нужен если вы так решили мысли формы потом сначала ваше намерение ваша этика а потом мысли формы форма это то что получается в результате также вот все работает сначала ваш луч намерения сначала ваши вот не обязательно осознаваемые какие мы внутри мы это и посылаем вокруг она уже сталкивая взаимодействие создает мысли создает формы создает энергии создает взаимодействие если мы первотворцы то все зависит от нас таким образом мы берем эту плазму она уже наша она стояла с нами там вы ее родили высосали этот реактор она ваша как ребенок она с вами одно вы не можете от нее больше никак избавиться в принципе она не уничтожимая никак кеша говорит эта технология на земле была я ничего нового не принес это здесь было мы об этом знали газ газ на на солид газ в твердом на на состоянии твердый на ногах это не вещество это концентрат энергии закупоренный в магнитном поле по сути это на на солнышко на на звезда различные типы ганс могут быть созданы с различными желаемыми энергетическими свойствами которые могут использоваться индивидуально или в комбинации для различных применений каждый тип ганс имеет удельную напряженность поля на основе элементов из которых он состоит использование различных гансов с различной интенсивностью поле определяет направление потока от более интенсивных к менее интенсивным если эти полевые потоки направлены через организм то ганс будет способен поглощать необходимые части из них или высвобождать избыток полей в окружающую среду организм будет выделять поля от которых он хочет избавиться и будет поглощать поля которую может использовать или в которых имеет настоятельную необходимость ганс это не батарейка чтобы у него энергетический потенциал расходовался он излучает плазму и своего ядра которая по сути своей есть антиматерия а в центре у ганса сверхвысокая интенсивность подобная черной дыре со всей энергии космоса эта энергия нулевой точки так что это вам не батарейка концентрическая структура ганса такова нулевая . ядро caroline далее антиматерия далее темная переходная материя и далее материя оболочка вот и попробуй его истощить то еще задачка микро а то и макро вселенные в наших гансах плазменный реактор это в принципе вселенная с виду это баночка и электроды но если смотреть энергетически то на на покрытие собирает свободные плазменные поля которые накапливая создают среду из подвижных магнитных полей второй электрод соединенный с на на покрытым вовлекает плазму физическое состояние поскольку у него меньше потенциала и плазма течет от большего к меньшему потенциалу образуется круговорот энергии но соленая вода это жидкий кристалл в котором трехмерные структуры работают как ловушки за счет тотального отражения внутрь таким образом плазменные поля накапливаются в промежутках между ионами соли так образуются звезды просто масштабы другие когда накопленная в жидком кристалле плазма приходит в полное равновесие с окружающими атомами она формирует собственную магнитосферу и замыкается в капсулу что физически выражается как формирование наночастицы из энергии а находящийся над водой участок нано слоя накачивает воду новую плазму за счет сверхпроводимости нано слоя примерно 80 процентов энергии и вещества для жизни организм получает плазменным путем все что мы едим содержит плазму вся биохимия это плазменная химия так что при наличии плазмы co2 и ch3 потребности в поедании снижаются порой очень сильно а по некоторым сообщениям и сообществ при желании можно вообще питаться только плазмы можно создавать плазменные аналогии продуктов овощей и фруктов вообще чего угодно насыщая поля специфическими спектрами плазма это свободные магнитные поля в движении это концентрат энергии закупорены в магнитном поле жидкая плазма это вода которая побывала в одном флаконе с наноматериалом гансом свойства на не теряет никогда по факту там всегда есть на на материал хоть его и не видно и очень мало плазмированная вода информированная это та вода которая постояла рядом и зарядилась она разряжается отдавая полученную энергию жидкую плазму и плазмированную воду можно использовать для лечения разных болезней поливать и опрыскивать растения также можно обрабатывать помещения накачка пространства энергии сверх меры устраняет разницу потенциалов там где она есть а вся биохимия работает на разнице потенциалов на уровне молекул если же все потенциалы поднять выше максимума то движение остановится клетка как бы заснет это принцип работает с вирусами и бактериями даже с плазмированной водой но на многоклеточных структурах потенциал успевает рассеяться и только накормить клетку не доведя дело до спячки однако высокая концентрация энергии в случае если вы трогаете сам на на материал потенциально может усупить группу клеток и выведет их из коммуникации с остальной тканью а это уже не хорошо тут как с огнем горение должно быть там где надо и столько сколько надо собственно это и есть огонь метафизически это стихия огня смерть клетки всегда связано с недостатком энергии для продолжения существования а если энергию восполнять до изобилия то клетка живет столько сколько должно согласно генетической программе с этим связан эффект восстановления генномодифицированных семян до исходного генетического кода есть такой опыт применение плазмы как лекарство это всегда рецептура соотношений важно понимать что именно должна делать плазма в пораженном месте в общем говоря основные свойства такие ch3 это много водородной энергии привязанной к углероду кто управляет углеродом управляет жизнью на этой планете в углероде 6 протонов 6 нейтронов и 6 электронов три шестерки и никакого сатанизма а может быть именно это они имели ввиду когда позаимствовали себе этот знак а водород это энергетическая основа всей биохимии мы все живем на энергии водорода плазма ch3 способна полностью скомпенсировать энергетические нехватки в организме резко снижает потребность в еде восполняет нехватки энергии при стрессах питает все живое единственное ограничение в применении это наличие рака раковые клетки тоже получают дополнительный порцион энергии и начинает бурно развиваться поэтому больным раком следует использовать co2 по имеющимся данным плазма co2 восстанавливает генетический код пораженных раком клеток за 20 один день co2 это доставка энергии по углеродным и кислородным структурам то есть везде цинк о оксид цинка питает нервную систему и кости поскольку цинк это плазменный предшественник кальция если не хватает цинка организм его синтезирует из кальция это причина хрупких костей остеопороза и прочих отклонений также цинк жизненно важен для половых клеток цинковой водой можно поливать растения наливая эту плазму водичку и давая растениям вы более изъявляете выделите с ней энергией вы как бы намереваетесь дать им жизни побольше это я не вам году плазма которую вы им щедро предоставляет она и ваша тоже вся эмоциональная энергия человека соответствует диапазону цинка цинковая плазма улаживает стресс вплоть до клеточного уровня это воспринимается как обезболивание купром о2 оксид меди питает и поддерживает лимфу сухожилия красные мышцы а также питает остальную плазму усиливая ее эффект воду из медного реактора можно пить только когда высокая температура по 30-40 миллилитров с интервалом час-полтора так вот мертвая вода это крупный оксид меди теперь надо чтобы оно зажило то есть фактически у нас есть лабораторные исследования в лаборатории сдавали то есть бактерии в осадок выпадают сто процентов за счет чего они не умирают это не антибиотик просто бактерии они достаточно простые одноклеточные и за счет очень мощного потенциала плазменного да здесь обратный эффект все потенциалы вырастают до такой степени что бактерия уходит в анабиоз она засыпает она в спячке это столько хорошо что шевелиться не хочется они не умирают они все живые они все но они просто закупливаются и все и так вот обрабатывать к чему это ведет мы начинаем обрабатывать мы просто эти бактерии они уходят спячку они не размножаются вот наш иммунитет их легко распознает и выводит даже гной это результат борьбы нашего иммунитета лимфоцитов всяких да с этими вот бактериями которые пытаются размножить то есть они живут эти живут эти живут между ними там борьба драка все такое образуются отходы в виде гноя загноение а если вы вот медная плазмочка это все будете обрабатывать там не будет никакого загноения обеззараживает друзья я хочу показать завораживающее зрелище как плазма по каналу спускается это перезарядил я его чашу жизни 1 вчера сегодня я с него ганс уже собирал вот она тонкой струйкой я говорил почему плазма похуже вот как нам картинки показывают видели да спустилась только утолщение вот как вот на солнце именно вот эти плазменные огни как энергия плазма показывает нам эти картинки нас а графику вот и здесь также только наяву это энергия вот так вот плазма вот с этого тоже стекает вон видно толстой здесь такая тоненькая вот она меняет структуру о само то можно бесконечно смотреть как на огонь на воду на то как работают и на плазму вот это да а еще медную плазму используют для очистки воды из расчета 1 литр плазмированной воды на 100 литров зараженной непригодной к употреблению жидкую плазму то есть воду над гансом необходимо брать такой насыщенности или интенсивности чтобы в емкости было треть ганса благодаря этой технологии силы самовосстановления организма можно поддерживать в тех самых плазменных полях из которых построено само тело поэтому потребность в химических веществах и процессах не является необходимой поскольку исцеление происходит при взаимодействии плазменного поля многочисленные тесты продемонстрировали успехи в исцелении от различных болезней у взрослых и детей вот кеши foundation сайт пожалуйста вот мотаем здесь вот есть ссылки на журналы их можно скачать и почитать они на английском плазма тайм журнал выходил до конца девятнадцатого года да вот здесь вот есть кеши foundation вики есть на разных языках люди пишут статьи люди помогают распространять так-так-так-так-так-так application of plasma technology диабет процессы диабета вот статья кстати китайских врачей где они человека пациента в запущенном состоянии у которого был парализованный один глаз у него были запущены неизлечимые раны начали лечить плазменным путем диабетом с наблюдением естественно это все в больничных условиях условиях госпиталь вот здесь об этом статья и вот процессинг как они это все это все сейчас принято как официально такой вот распространенный процессинг вас да что было обнаружено что у человека рано зажили как вы сейчас видите на экране это все вот легко проверить это все документировано это все показано то есть у человека до прошел паралич глаза акуломотор в нерв спада порез был нерв глазодвигательного нерва вот вот копии документов сканы документов то не на китайском но это я думаю что тоже решаемый вопрос для того кто хочет проверить и соответственно для специалистов здесь данные есть а что касается 5g то обрабатывайте свое пространство дом двор жидкой плазмой co2 через пару месяцев обработки все будет с нано покрытием которое в свою очередь будет аккумулировать еще плазму через полгода у вас будет плазменный оазис сводящий к нулю вредные излучения нужно понимать что тут работает не вода а запасенные в ней скомпенсированные магнитно-гравитационные поля по нашим наблюдениям правильно примененные плазмы восстанавливает плодородие почвы примерно за два месяца также неплодородная почва начинает плодоносить для обработки почвы применять ch3 и co2 и лучше начать обработку осенью можно просто поливать плазменной водой каждого вида отдельно можно смешивать и затем поливать незначительное количество наноматериалов почву не избежать но старайтесь поливать чистой водой после более полного осаживания наноматериала для полного плазмирования почвы необходимо обрабатывать регулярно и через два месяца в почве образуется масса на на структур нанослоев которые сами по себе будут уже создавать и аккумулировать плазменные поля этот процесс называется плазменное на на покрытие это покрытие создается под влиянием самих плазменных полей это не процесс внесения удобрения или химических веществ модификаторов роста и прочее это полное изменение пространства в сторону большей энергонасыщенности результаты превзойдут любые ваши ожидания кроме того за счет синтеза плазмы водорода и присутствия плазмы кислорода вода будет синтезироваться там где она нужна прямо внутри клеток растений это проявляется как очень высокая засухоустойчивость следует также понимать что поврежденная почва или почва с измененным химическим составом или почва с нарушенным биоцинозом потребует больше времени на восстановление поэтому будьте терпеливы наблюдательны и понимаете что плазма может быть панацея только в полностью сформировавшимся оазисе в каждом конкретном случае это потребует своего времени насчет количества вам не надо поливать вам нужно плазменные магнитогравитационные поля доставить на огород легкого опрыскивания будет достаточно для почвы применяют ch3 co2 купрум о для ростков все продукты выращенные на плазменном поле уже насыщены плазмой они необычно вкусные экологически чистые а вот что доступно всем кто сделает плазму co2 если обработать стены комнат плазмой то со временем образуется плазменный барьер который поддерживает температурный режим летом прохладно зимой тепло плазменные поля не бывают сами по себе они взаимодействуют со всем чему соответствует в окружающей среде плазма и скупка жизни это уже общепринятое международное название плазменного реактора с цинком на на медью и медью очень близка по характеристикам плазме человека но чуть слабее по интенсивности и занимает больше пространства за счет этого она вовлекает во взаимодействие все что стремится неестественно внедриться в плазму тела человека если вспомнить русские сказки и соотнести с данными плазмами то медная плазма купрум-о-2 это мертвая вода углекислородная co2 это живая вода но плазменная вода ch3 это вообще святая вода можно исцелить все что угодно если на то есть соответствующий уровень вашего сознания ведь болезнь это проявленные физическом мире энергии которую вы притягиваете если поймете что за энергии то справитесь с любым недугом или негативной жизненной ситуации но кто может дать вам готовую инструкцию как это сделать кто также хорошо знает вас ваши привычки мысли ваши жизненные шаги никто только вы сами жидкая плазма ликвид плазма сокращенно л.п. это название воды которая находится в прямом контакте с газ который интенсивно возбуждается из-за этого прямого контакта по факту там всегда есть на на материал хоть его и не видно и очень мало информированная вода это вода которая не получает дополнительного л.п. но подвергается воздействию расположенных извне полей л.п. и ганс это космическая технология она выглядит простой потому что мы сделали ее простой мы сделали так чтобы она просто выглядела это очень продвинутая на самом деле технология то есть научная часть ее это очень продвинутая однажды раз уж вы это однажды выучили да то неважно через пять или десять лет появится новый вирус вы будете знать что нужно сделать одна кружка одна жизнь менее чем за долг для того чтобы увидеть как можно улучшить жизнь разных людей в области применения в сельском хозяйстве в здоровье или в синтезе материалов последние два года пока я был в китае мы показали как можно применить новую технологию которая может допустим бороться с вирусами как вы знаете свиной грипп так называемый свиная лихорадка убивает много свиней по всем мире на ферме где было 829 свиней заражены которая была на карантине их собирались у всех уничтожить мы провели тестирование и после двух недель мы спасли 725 свиней которые были носителями вирусов это один из наиболее сложных вирусов которыми можно нужно было бороться вот по тем не менее мы справились то же время мы развивали и в северной китае и в монголии развивали сельское хозяйство увеличив резко урожай то что делает вирус как мы сейчас понимаем это он цепляется до клетки как пакет энергетический как энергетический пакет и высасывает энергию слетки обесточивая ее таким образом он создает смерть клетки и смерть животного либо человека с этой новой технологией то что мы делаем мы создаем влажную которая более-менее вот в такой вот виде то что вы видите на дне стакана дает энергию вирусу и вирус пересаживается на эту энергию и освобождает клетку то мы видим что вирус исчезает значит то что вам может спасти жизнь стоит меньше чем доллар день пару копеек мы называем это кубок жизни эти всего лишь воду чистую воду никогда не пейте никогда не используйте сам на на материал саму плату можете мыть лицо этой водой можете маску ею обрызгать если у вас температура то температура упадет и вы увидите можете и другие эффекты вы видите улучшение в общем вы можете избавиться от этой проблемы а доктора уже пускай решать все остальное это все было сертифицировано это не не содержит никаких ядов токсинов она была использована в гуанчжоу по другой теме но фармацевтической компании да сейчас я покажу как можно сделать вот эту вот чашку в чашу жизни одна чаша одна жизнь создав плазменный реактор вы получите на на материал который будет генерировать энергию способствующей истощению энергии вируса а также будет питать ваше тело позволяя ему быстрее справиться с заболеваниями укрепляя иммунитет естественным образом для того чтобы собрать реактор вам понадобится отрезок медного провода метра или два многожильного медного который вам нужно будет зачистить от изоляции вам понадобится батарейки r20 на которых написано цинк карбон вам нужен будет цинковый стаканчик разобрав батарейку вы получите вот такой цинковый стаканчик а когда вы его разрежете и приспособите для реактора у вас будет вот такая цинковая пластина а 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 вам также понадобится газовая горелка или любая другая горелка которая нагреет провод если у вас есть шуруповерт это будет хорошим подспорьем для скручивания провода если условия срочные и уже нужно быстро получить на на материал то вам может понадобиться старая высевшая батарейка которой напряжение 0201 вольт и возможно для удобства вот такой контейнерчик для крепления батарейки в нем также понадобится простой карандаш на которой вы можете накручивать проволочку ну и плоскогубцы для того чтобы сделать электрод из провода вам нужно его продольно хорошенько скрутить и удерживая один конец далее берем карандаш и накручиваем достаточно 9 оборотов для того чтобы плазменный реактор создавал именно плазму и работал плазменном поле вам нужно сделать на на покрытие на электроне а а а а а а а а а когда вы будете делать на на покрытие старайтесь греть крайнем крайней областью пламени на самом деле не само нагревание создает нанослой а момент равномерного плавного остывания то есть момент остывания атомы которые чуть-чуть было испарились начинают перепозиционироваться но поскольку решетка кристаллическая уже холодная то есть они туда не попадают они остаются на поверхности а нано покрытие меди известно давно еще с 80-х годов прошлого века то есть это не новая технология ради константинович сначала накрутил спираль а потом обжигал медную проволоку и ран кеша наоборот прокаливал сначала проволоку а потом ее закручивал спираль думаю что он так делал именно потому что в процессе накручивания лишняя окалина осыплется не в реактор а на стол или на пол образование окалины просто неизбежно а есть и такой метод который понравился мне более всего и в итоге я сделал именно таким способом даем этому всему остыть пока у нас на медь остывает мы приготовим раствор для реактора в реакторе вам нужен солевой раствор натрий хлор желательно химически чистый если нету то можно взять обычную поваренную соль главное чтобы это было не йодированная соль ни в коем случае не используйте соль содержащую йод но к великому моему удивлению я не смог найти в магазинах не йодированную соль зато я нашел ее на разновес из мешков на рынке взвешиваем должно быть 150 грамм на литр раствора реакторы мы будем устанавливать в пол литровой баночке воду желательно тоже брать дистиллированную чем чище тем лучше если нет возможности использовать дистиллированную воду можно использовать де ионизированную или очищенную осматическим способом дистиллированная вода свободно продается в аптеках там я ее и купил если вы используете обычную поваренную соль то можете обнаружить что раствор довольно много примесей содержит для того чтобы их отфильтровать используйте обычный марлевый фильтр все примеси остались вот здесь стакан для реактора вам также понадобится что-то на чем вы будете фиксировать медные электроды будут с одной стороны цинковый электрод будет другой стороны для того чтобы можно было зафиксировать в банке цинковый электрод я советую вам сделать вот такие надрезы чуть чуть под углом снизу вверх и отогнув наружные края у вас будет тут хороший зацеп за край банки путем регулировки длины и высоты подвески добейтесь того чтобы нижний край электродов был на одной высоте в 3-4 сантиметров от дна хорошо крайние электроды мы можем зацепить за край банки а вот электрод посередине вы можете закрепить либо на стеклянной палочки либо на медной однако вам придется ее тоже нано покрыть потому что на нем будет находиться электрод с нано покрытием вот этот черный но поскольку он нано покрытый то нам проволочку тоже нужно нано покрыть если при осмотре вас не устраивает качество нано покрытия и увидите что он насыпается что он не плотно держится что есть какие-то пробелы проступает медь ничего страшного вы можете повторить процесс столько раз сколько потребуется для получения хорошего качественного черного надо покрыть отлично устанавливаем электроды в баночку таким образом чтобы во первых они были все на одной линии и расстояние от электродов пропорционально примерно равна нижней части электродов должна быть на одном уровне в 3-4 сантиметров от дна банки электроды нужно соединить между собой для этого можно использовать тоненькую проволочку не обязательно толстую просто тоненькую проволочку из многожильного провода и легко работать она все равно стас нужное соединение очень важно чтобы вы не оставляли торчащих кончиков проводов торчащие кончики проводов являются антеннами для плазмы излучает ее наружу вы в реакторе плазму не собираете а теряете после того как вы прикрутили проволочки аккуратненько загните кончики проводов в обратную сторону сами на себя таким образом эта петелька не позволит плазмы стекать наружу теперь когда вы подсоединили соединительные провода их можно все скрутить вместе кончики загибаем в обратную сторону петелькой выравниваем электроды все реактор готов он уже готов он уже начал работать но нам нужно собрать плазму для того чтобы собрать плазму мы доливаем в реактор соленую воду которая будет замедляя плазму работать как ловушка а также это будет место создания наноматериал вот реактор готов лучше чтобы у вас немножко электроды были над водой но в принципе здесь нормально потому что надо слой вкачивает внутрь и есть на поверхности теперь здесь будет в течение 3-4 суток собираться на на материал это первая чаша жизни вторая чаша жизни делается практически также только вместо цинкового электрода мы будем использовать плоский медный а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем эта трубка медная Со времен СССР Я решил из нее сделать пластину Медь должна быть хорошая А вообще я подумываю В следующий какой-нибудь реактор Поставить прям Две трубки Вместо пластины трубку Там две трубки Надо смотреть Что скажете Человеке Вот такой получится Электрод Я конечно его еще Глоточком завтра На брусочки подправлю Ждачкой Все будет Как ваннушки такие дела во втором кубке жизни у вас спиральный медный электрод медный электрод с нано покрытием и плоский медный электрод если у вас нету медной пластины вы можете использовать сложенную гармошкой вот такую вот проволочку которая отлично работает как плоский электрод например вот так через несколько дней у вас уже здесь будет на на материал в кубке 1 он будет серовато-белого цвета или может быть с легкой голубой окраской а в кубке 2 он будет зелено-бирюзового оттенка имейте ввиду что первая вода которую вы получите будет очень соленой потому что мы же положили туда соленую воду но вы можете это промыть каким образом слейте воду чистенькую которая соленая и долейте свежий воды подождите пока он осадит и снова слейте и долейте свежие так несколько раз в общем методам до многократном разбавление и этот процесс вы можете повторять столько сколько вам понравится если вы собрали на на материал с дна реактора вы можете добавить соленой воде туда то есть если вы слили добавить и продолжать процесс вы можете сделать еще одну кружку подарить другу вы можете Соседа, например, вы можете ее пить, вы можете омывать лицо, капать, омывать нос, горло, голову. Если вы увидите, что у кого-то есть температура, дайте ему. Это все, это все, что нужно, это спасет ему жизнь. Вот аминокислота в реакторе Чаша Жизни 1. Реактор постоял пару неделек, и вот это вот матовое, матовые, такого вида льдинки на поверхности, это аминокислота. Это то, что нужно собрать. Вот аминокислота на Чаша Жизни 2. Где у нас медь? Такая красивая пленка с характерным маслянистым радужным отблеском. Тоже двухнетельный реактор дает вот такую вот пленочку аминокислот. Я специально поставил так свет, чтобы было видно. Чаша Жизни 2 там очень много на стенках отсела, поэтому кажется, что мутная. Кстати, вот на стенках аминокислоты тоже высаживаются, эта вода испарилась. Их тоже можно собрать. А можно и не собирать. Они там будут как часть больших, хранится после промывки ГАНС. Это те самые реакторы, которые я использовал для съемки пособия, как их собирать. А вот на сайте Кеши написано про плазменную технологию. Вы зайдете на Кеши Foundation.org. Там написано, я переведу просто на русский, место, где наука встречается с душой. Здесь путаница возникает, наверное, из-за слова аминокислота. Я тогда уточню. То, что мы получаем в реакции, в реакторе, это ГАНС аминокислоты. Обобщенная энергия. Элементов, из которых состоят аминокислоты. Аминокислоты, их порядка 20 разных. И они, соединяясь в цепочки, образуют длинные-длинные цепочки, такие как вот нитка, с которой этот свитер связан мой. А потом эти цепочки, соединяясь, образуют тот самый свитер, то есть трехмерную структуру, которая программирует уже дальше функцию белка. Поэтому аминокислоты, они разные. Физические аминокислоты в организме разные. Но в реакторе мы получаем ГАНС. Обобщенная энергия. В виде осадка, в виде вот этой пленочки, в виде вещества синтезированного. Которая выделяет энергию для всех сразу аминокислот человеческого тела и весь спектр, который только существует в живом организме. И мы можем это наблюдать в каждом реакторе. И там, и там, и там, и там образуется одна и та же аминокислота с СО2, СН3, цинкомоксид. Любой реактор поставить, там будет аминокислота. Именно в составе СОНН. Углерода, водорода, кислорода, азотного. С общей массой 43. Но, с включениями того ГАНСа, который там вот в воде, буквально рядом есть. Поэтому у него цвет разный. Но это одна и та же аминокислота. Просто настроенная на свой реактор. Как бы с ним синхронизированная. Потому что вопрос был такой, что это такое, как его собирать, и зачем он нужен вообще, этот плазменный продукт. Вообще, это пленка, зачем ее собирать. Собирать я очень кому-то проще, кому-то сложнее. Ну, сделайте вы что-нибудь такое вот плоское, и вот оно вот так вот по поверхности пройдется, и все это соберет. И аккуратненько на какой-нибудь стаканчик или капсулку соберите. Почему? Потому что оно вам понадобится. Аминокислоты это плазменный белок непосредственно. То, из чего состоит наше тело. СО2 это не белок. Цинкоксид, все эти ГАНСы это не белок. А вот аминокислота это белок. И вам она нужна для того, чтобы все эти плазмы ГАНСа, которые мы делаем в реакторах, привязывать к телу, если вы собираетесь лечиться. Более того, вы руками потрогали, когда вот это все, вы же это все монтировали. В реакторе. Там осталось частички вашей кожи, немножко пота. В любом случае анализ ГАНСа уже можно делать. Там осталось, там в реакторе ваша ТНК. И вот эта аминокислота, которую вы собираете, это лично ваша аминокислота, того, кто ставил реактор. Плазменный продукт. Она завязывает энергию этого реактора, буквально на этого ГАНСа, на вас лично. Рекомендую все аминокислоты с каждого реактора выделить для нее отдельную тарочку. Все эти аминокислотики собирать. Немножко там соленой воды будет, да и пусть будет. Можно подливать. Если даже она высохнет, ничего страшного, вместе с этой солью она высохнет. Ну и ничего, добавите потом. И добавляйте ее в то, что вы используете. В те плазменные рецепты, которые вы используете. В пальчики, либо туда, где пьете. Много не надо, достаточно там на кончике ножа, буквально там. Чуть-чуть. В общем, я запустил свой первый реактор. Первый раз горелкой. У меня горелки нету, у меня конфорочка маленькая рыболовная. Я на ней прогревал. Потом воду, когда залил, она что-то прям как сильно посыпалась. Вот это опыление. Я решил попробовать нагреть на конфорке электрическая плита, мечта. Положил туда, нагрел, остудил. Воду, получается, сменил. И он у меня запустился. Буквально сразу же видно, как плазма начала стекать. С, со среднего, с нано-наполеновым. Ее видно, вон она белая, вниз пошла. Ну вот такие дела. Со среднего плазма скатывается. Ты подсак, ты подсак, и он подсак. А я чатланин, и они чатлане. И перед нами чатланами должны делать вот так. В чате телеграм под названием «Беседка плазма» ты быстро найдешь ответы на все вопросы при условии правильного поиска. Нажимаешь в верхнем правом углу «Поиск», значок лупа, а затем набираешь ключевое слово. Например, «Батарейка», появляется 668 сообщений только на эту тему. Или нажимаешь три точки в верхнем правом углу. Потом информация о группе. И тут тебе все фото, видео и текстовые файлы. Информацию, которую я вам поведал за этот час, как раз из этих текстовых файлов. И является она лишь малой частью того пласта знаний, которые заложены в этой теме. Таким инструментом собирается наноматериал ГАНС со дна работающего реактора. Большие шприцы продают в ветеринарных аптеках. Этим же инструментом я забираю жидкую плазму сверху. А так, к примеру, собираю аминокислоту. Литва, Неменчини. Там типа нашли массовое заражение на предприятии и по городу. У нас сотрудник там живет. Привез трехлитровую банку с примерно одним литром осадка наноматериала. Да, это много. Раздал знакомым в разных концах города. Так уж получилось. Город закрыли на карантин от слова совсем. Посты полиции и все такое. А через неделю уже сняли. Ни один случай не подтвердился. Просто ноль. Они просто вынуждены были. Такие вот тыквы выросли в Калининграде на плазмированной почве. Были обычные семена. Сорт много лет использовался. И плоды были не крупнее 8 килограмм. А на фото рекорд под 50 килограмм. Сегодня перезагружала кубок жизни один. Реакция понеслась сразу. Оставила на несколько минут на рабочем столе. Я смотрю, а кот уже прилип к банке. Лежит, мурлычет. Псориаз. На фотографиях. Начало. Далее через 2 месяца. И через 3 месяца. Плазма чаша жизни один разлил в микропробирки и разместил по углам комнаты. И на вершине, на люстры. Обтирания и употребления внутрь не было. Более того, пациент крайне негативно относится к плазме и не знает, где она размещена. В доме также работают несколько реакторов со всеми видами плазмы. Сам я употребляю все виды плазмы. В начале 2 недели было сильное обострение всех застарелых болячек. А потом все прошло. Сейчас все отлично. В плазменных полях курить хочется меньше. И уменьшение дозировки никотина переносится заметно легче обычного. Что касается обработки воды без прямого соприкосновения, то это работает и очень хорошо. Есть лабораторные подтверждения этого. Бактерии выпадают в осадок, вода насыщается протонами. Но PH не падает, а наоборот растет. В общем-то магия. В реакторе вы воочию видите результат взаимодействия. Но между вашей аурой и реактором происходит то же самое. И между реактором и планетарными полями тоже. Реакторы с тремя электродами материализуют плазму менее интенсивную, чем реакторы с двумя электродами. Каждый реактор работает уникально. Иногда запускаются сразу, иногда тормозят, иногда вообще не хотят работать. Вот правильная и достаточно безопасная последовательность создания домашних реакторов. Сначала чаша жизни 1 и чаша жизни 2. Затем СО2 и ЦИНКО. Потом Купрумо 2. И только после этого СН3. Почистите организм. Не спешите. Обвыкнитесь с плазмой на клеточном уровне. А то получите плазменный шок. По поводу количества наноматериала в реакторе. Бывает больше, бывает меньше. Сколько создалось все ваше, используйте на здоровье. Да, и чуть не упустил я один момент с батарейкой. Которая подключается для того, чтобы вам быстрее материализовалась плазма за несколько часов. Это кому срочно надо, тогда нужна батарейка севшая. А вообще, по сути, она не нужна. Он материализуется за полдня в чаше жизни 1. Я приветствую вас всех, дети рода человеческого. Скажу так. Прежде чем поставить свой первый реактор, изучите подробную информацию с недельку. Не надо сразу его делать. Это очень просто. Осознайте уровень ответственности за сие деяния, за последствия. И только после этого, с намерением, главное, с каким-нибудь, это как транссерфинг работает. Это материализованная. Штука. Ну а я всегда делюсь информацией, которая резонирует лично с моими вибрациями. Делаю все исключительно от души. И вам этого же советую. И каждый индивид сам несет ответственность за последствия и свои действия. Хочу выразить благодарность автору канала Тайлер Дардер за ролик. Из него я впервые узнал про эту плазму. А также Розанни Голубь из Никополя, которая меня включила в группу. Так бы я сам в эту группу не полез. Про плазму. Там слишком много народу. И много сообщений. Ну вот как бы меня направили. И я изучил. В общем, изучайте, друзья. Потом только ставьте реактор. И да пребудет с нами плазма. Сила течет во мне, и я един с силой. Сила течет во мне, и я един с силой. Тю! Не змей! Сила течет во мне. Не змей! Девушки отдыхают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова